Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Девочки, пошла в магазин. Все-таки пошла в магазин. Мне надо купить все для солянки. Вот эти шоперы, девочки, просто обожаю. Тоненькие. Короче говоря, один костюм на Валберес, который я выписывала, я даже вам его не показывала. Он оказался, девочки, допустим. Вверх жакетик 56 размер, юбка 54, но на меня все налезло очень хорошо. И топик был тоже 54 размера. Все, я его начала сдавать, а мне это, ну, девочка-приемщица говорит, а я не могу вас принять, потому что разного размера. Пишите на Валберес претензию. В общем, короче, я написала претензию, все отправила, неделю рассмотрели, нет, дня три, наверное, рассмотрели. И сейчас пойду сдам. И еще, девочки. Ну, к зеленому-то платью, которое у меня, зеленое платье, русалочка-то зеленое, с поездками. Я давай подбирать обувь. Давай обувь подбирать, и мне понравились очень вот такие вот босоножечки, но они были со скидкой вот такие. Это сейчас самый песк, стеклянные такие, стеклянные и силиконовые босоножки. В общем, я выписала 40 размер. Думаю, девочки, все время ворчите, что я только в красных туфлях своих. Вот, думаю, вот такие вот силиконовые, стеклянные, вот такие босоножечки. Там, знаете, обзор делать. Босоножечка, там еще что-нибудь. Короче говоря, я выписала 40, они бы мне подошли бы хорошо. Идеально, нигде не натирает ничто. Но они оказались 39 размера, вместо 40, 39. Она тоже у меня не приняла их. Тоже пишите претензию. Сразу не проверили, что не подходит, размер не подходит. Все. А я, если там у меня, знаете, 7-8 видов, то что я там буду корячиться, все это мерить. И я написала претензию, и вот сейчас пойду опять сдам. В общем, сегодня на Валперс я второй раз. Потому что вчера целую кучу обуви перемерила. Вот. Кое-что себе туфли оставила. Сегодня утром унесла. Унесла вот этот комбинезон черный с красным, брючный. Я не буду, девочки, в нем не ходить никуда. Я один раз, может, схожу куда-нибудь, он потом будет у меня валяться. А еще и надо будет длину. Крапка уже одеться. А еще и длину надо будет на комбинезоне укорачивать. И еще одно платье с пайетками прямого силуэта. Что-то в пределах шести тысяч рублей тоже поверила. Ее говорит, мам, ну, мам, ничего особенного. Пайетки и пайетки. Тоже сегодня унесла. И четыре пара обуви унесла. И вот сейчас пошла пятерочку за молоком. Хотела Алисе испечь блинчики. Была целая бутылка молока, но немножко скислость. Недели меня не было. Леша сегодня все вылил, выбросил. И я пойду сейчас за молоком. Пойду сейчас. Мне для солянки нужно купить окорочка копченый, если найду еще. В общем, пошла в магазин, девочки. Девочки, ну что, я иду с Валберес. Короче, бройте шлепки у меня приняли. А костюм не приняли, девочки. У нее высвечивается там, что я сделала возврат денежных средств на костюм, который в этот, в горошек, в синий горошек. Я несу обратно. И я говорю, слушайте, как так получилось? Как так? Почему вообще такое возможно? Как такое получилось? Ну, как-то оформили неправильно. Прямо проблемы целые. Больше не буду на ланте сечу. Не буду больше выписать. Так, сейчас мы идем в пятерочку. Пятерочка. Как хорошо все рядышком, домом. С домом тут у меня. Вчера было вот вечернее платье. Была вчера. Вот сюда захотела, заходила, смотрела. Такое старье продаю. Это вообще прямо старье. Прямо столько лет уже вести, только все. Я даже не знаю, сколько лет, и народ заходит, смотрит, меряет. Так, девочки, у нас яйца 129, 149, самые дорогие. 139, 145, 155. Прямо селяночка. Лучшая цена. А были 20 штук. 222 рубля. Так, мы ищем копчености. Вот окорочка копченые. Сейчас я куплю. Девочки, вот так пролетает мой день. Кошки, собаки, гуляем, убираем, все моем, стираем. Это вообще-то какой-то ужас. Бегала в магазин, завожу Алисе блины, а блинчики будут сегодня на молоке, два яйца, сахар, соль, загасила уксус, сегодня будет с уксусом, будет с соды с уксусом. Хочу прямо, чтобы они были такие тонкие, тонкие, пышные. Сейчас кипяточком еще залью. Будут блинчики сегодня, а листья. Купила все для солянки и похмелянки. Буду завтра готовить солянку по моему фирменному рецепту. Сварила бульон. Бульон получился просто шикарный. Вот такой бульончик, курица, свинина и сюда пойдут копчености. Я копчености не жарю на сковородке, не томлен. Вот. Я сразу их просто режу в бульон, а затем начинаю уже делать баланс кисло-сладко-остро. тесто. все готово. Выливаем. Так, где у меня стояк? Девочки, вот такое тесто завожу и на блины, и на оладушки, только погуще. Допустим, на заливной пирог или шарлоточку. Два-три яйца, сахар, соль и все. Видите, какой эластичный становится, эластичный. Здесь на сковородке у меня уже распорядительное масло, подсолнечное, разогрелось, сковородка прогрелась, самое главное прогреть сковородочку. Сковородочку и начинаем печь. Девочки, пробу снимаю, всегда я первая. Ммм, вкусно. Я блины еще люблю с маслом, с растопленным. Мукбан блинами. Шикарное тесто. Блины получаются тоненькие, сладенькие, обалденные. Я мастер, девочки, блинов, выпечки блинов, мастер. Еще люблю с молоком. С холодным. Девочки, вот такие блинчики у меня получаются. Тоненькие, вкусные, да, Лисочка? Снятина. Быстро пекутся, прям моментом. А я копченые, девочки, крынышки, так захотела крынышков копченых, вообще не могу. Прям вкусно. Девочки, не успеваю печь. Алиса подходит с новой тарелочкой. У нее тарелка, у меня тарелка. И все просто меняет тарелки. Меняет просто. Ну, меняй, я не буду тебя показывать, Господи. Давай быстрее, у меня горит все. Видите, как у нас, видите, как, девочки, у нас с медом ешь, да? Да. С медком. А я крынышки, девочки, копченые, захотела крыльюшку. Ой, горит, 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 горит. Девочки, я вообще мастер по блинам, если честно. Вот я из всего, что у меня есть из подручных материалов, кроме там воды, вода и мука, я такие вообще не признаю блины. Вот. Я люблю на молоке, люблю на кефире, люблю на йогурте, вот, люблю на сметане. вот такие блинчики у меня получаются нежные, вкусные, тоненькие, девочки, просто вкуснятина. Самое главное, соблюсти баланс сахара и соли. Смотрите, какой, смотрите, какой красивый. Произведение искусства, Лена. Я не могу заводить много, девочки, вот, вот мой бич, бич, я не могу много заводить блинов. Вот на раз завела и все. Поэтому они и вкусные. А там, знаете, два яйца там и на ведро воды, конечно, там, что там за блины будут. Так себе. Девочки, по поводу удаленных видео, три видео удалили, где у меня идет обзор на Грейс отели, три видео. В общем, не могла совладать с собой эта больная женщина, не могла, она больная на самом деле. Вот. Уже, ну, позвонила отдел опеки, позвонила 5 июля, уже здесь в Анапе, придут с проверкой. Как живут блогеры? Как живут блогеры? Есть ли спальное место у Алисы? А что в холодильнике? Я вообще в шоке. Очень не могла совладать с собой эта женщина, не могла, ее прямо разорвало, что я рекламирую отели. Вот. И все, и понеслось. Ну, что делать? Ну, что, девочки, она принудительно лечится, принудительно лечится, полечит ее, опять выпустят, она опять начинает. Соседку пырнула два раза ножом. Представляете, с какими людьми мы сталкиваемся? Представляете? и на принудительное лечение отправили ее. Вышла и опять начинается. А что мне нравится реклама? Что мне нравится? Что, бесплатно, что ли? Кто-то будет работать? Кто-то из блогеров бесплатно работает? Не вижу ни одного дурака такого, чтобы бесплатно бегал, рассказывал, показывал все, разговаривал, общался. уже смиритесь. Социальные сети это такое же рабочее место, как в пятерочке на кассе. Ты тоже работаешь круглосуточно, у тебя нет выходных, у тебя нет обеда. Единственное, что ты дома. Вот, хочешь вышел, хочешь не вышел. Не надо утром бежать никуда. Я просто в шоке. Я просто, девочки, в шоке. Я, по-моему, все сказала девочки на ютюбе, в социальных сидях я, по-моему, все сказала, все показала. нет больше такой, как мама от личинка. Нету. Только с меня копировали. там женщину написала сегодня одна. ленпауна, как огонь. Если дровишек не подкидывать, погаснет. вот так вот, девочки, и погасло. 60 лет. Мне не интересно. Все. Мне в социальных сетях уже не интересно. Мне уже хочется куда-то подальше. Поближе к морю. Просто лежать, отдыхать. Не хочу не снимать, не работать, ничего не хочу. Надоело все. Надоело. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Девочки, почему я стала заваривать все время с чайнички? Еще я купила себе вот такую подставочку. Единственное, что свечи в этот раз на Балберис какие-то бракованные девочки купила. Они очень быстро плавятся и так долго не горят как надо. А я просто, девочки, добавляю, потом добавляю, кипяток добавляю и пью целый день. Я просто обожаю такие чаи. Я и девчонок своих, Юлю, Алису, тоже подсадила на чаи, прям завариваю всякие. Просто идеально, просто идеально. Почему-то одной кружкой я не напиваюсь, девчонки. Мне надо одну, две, потом похожу еще, еще, еще и просто шикарно, шикарно. Все, она блинчиков напекла, Алиса прямо пришлось заводить два раза. Алиса первый раз все съела, еще пришлось заводить. А ребята приехали, Леша приехал с Юлей, навезли вот таких вот кексиков, ванильный, рождественский. Алиса встряпает без конца. И вот такой вкус не тебе привезли. Смотрите, курочка, картошечка, нагрели, соус, вкусное пища. А ты что ешь, товарищ Алексей Анатольевич? Манты я? Ее манты. Манты подогрел. Я вчера манты ему делала. Вечером и курочку кушала. Мы сегодня все по улице угораем. Там что копченый уже два кружка я тебе оставила. Спасибо. В холодильнике. Ой, лепешка свежий. А, это пирог. Пирог с зеленью. Ммм, вкуснятина. Еще есть что покушать. Хлебушек. Ну, Юля говорила вкуснятина. В общем, вот так прошел наш день. манты. Манты. Ну, я прямо так сковородчики делаю. Чуть-чуть наливаю водички, подсолнечное масло и все и замороженное прямо ставлю туда. И красота это Тедди. Сейчас приду с прогулки, надо будет все это разобрать. ему. В общем, вот такие дела. Пока-пока не знаю, когда приедут. Вот сухо будет недельки-две будут, наверное, делать. А это я увидела обалденные просто, просто обалденные салфетки я увидела в кафе в одном. Юля составила, чтобы она выписала их на свалберис. Они очень красиво на столе будут смотреться новогодним. Так что вот такие дела.